Коллеги, добрый день! Меня зовут Евгений. Вы находитесь на канале CoreInvest. Мы занимаемся аналитикой по акциям и ведем свои публичные портфели. Прошло уже две недели с нашего последнего выпуска. Давайте немножко обновим информацию и посмотрим, что происходило в наших портфелях. Начнем мы с китайского рынка. Китайские индексы продолжают падать. Крупные инвесторы выходят из китайских акций, опасаясь, что рецессия, которая скоро должна наступить в США, затронет также и китайские компании, которые во многом слабее, чем американские. На этом фоне индекс гонконгской биржи, на который мы ориентируемся, льется уже который месяц подряд. Если мы взглянем на котировки, то мы увидим, что акции обновили свой минимум пандемийного года. На самом деле падение может продолжиться. Поэтому в прошлом выпуске мы объявили о том, что хотим создать свой китайский портфель на отдельные бумаги. Но дело в том, что когда весь рынок падает и пока не видно какого-то отскока, лучше дождаться падения и заходить тогда, когда сформируется хоть какая-нибудь разворотная формация. Пока что мы видим, что ровно весь 23 год акции обновляют и обновляют свои минимумы. Это называется ловить падающие ножи. Таким мы не занимаемся. Мы держим свои деньги в ETF на китайские индексы, то есть инвестируем сразу весь рынок целом. Если вдруг произойдет какой-то супер резкий отскок, то мы все равно находимся в позиции. Однако добавлять или покупать какие-то отдельные компании мы пока не будем. Поэтому стратегия работы очень простая. Мы дожидаемся падения, когда рынок нащупает дно, сформируется какой-нибудь отскок и на этом отскоке, возможно, мы продолжим формировать позицию по Китаю. Поэтому пока оставляем как есть. Ну и взглянем сразу на американский рынок. Напомню, что мы держим шортовую позицию по американским бумагам. И в данный момент она вышла в ноль. Если мы взглянем на американский рынок в целом, то как и в предыдущих выпусках, мы видели здесь разворотную формацию голова-плечи. На данный момент рынок пробивает уровень шеи, тестирует ее снизу, однако выходит за рамки. На самом деле это вызывало небольшие опасения, что все-таки формация может сломаться, рынок уйдет дальше вверх. Однако мы видим, что все равно рынок снизился и продолжает обновлять свои локальные минимумы. Дело в том, что на американском рынке наступает очень опасное время. Если мы очистим S&P 500 от биг тех компаний, которые драйвили рынок весь предыдущий год, то по большому счету рынок должен быть гораздо ниже. И сейчас идет сезон отчетности, в которых этих биг тех компаний начинают отчитываться. Однако уже сейчас можем сказать, что многие биг тех компаний отчитываются хуже ожиданий, как, например, недавно отчитался Google и мы увидели акции минус 6 процентов на постмаркете. Поэтому шортовую позицию мы пока продолжаем удерживать, аккуратненько двигаем стопы. Мы считаем, что падение еще не завершилось. Как только будут изменения по нашей позиции, мы сразу объявим в нашем телеграм-канале и на странице ВК. Ну а перед тем, как продолжить, мы хотим обрадовать вас с хорошей новостью. Дело в том, что мы не так давно начали наш проект, но получили уже достаточно сообщений с просьбой создать обучающий курс по инвестированию для новичков. И мы его создали. Курс будет в полном объеме, все 10 уроков выложены на нашем канале уже в эти выходные. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Давайте немножко поговорим про отдельные компании, которые мы держим вне рамках наших публичных портфелей. Первая акция это акция Газпрома. Газпром мы держим достаточно давно. Дело в том, что есть очень простая стратегия работы на Газпроме. Его надо покупать тогда, когда он никому не нужен. Именно это мы и сделали. Мы купили, когда он валялся никому не нужный. На самом деле он до сих пор никому не нужен. Из новостей по Газпрома мы видели, что совет директоров решил сократить капитальные затраты, что на самом деле является неким исключением. Обычно компании повышают капитальные затраты, чтобы компания развивалась. С чем это связано, пока никому не понятно. Возможно с грядущим повышенным налогом НДПИ, то есть налог на добычу полезных ископаемых, который призван забрать у Газпрома 90 процентов прибыли. Для акционеров, конечно, это негативная новость. Однако мы видим, что котировки не так-то сильно и упали на этих новостях. Да, они снижаются с конца сентября, то есть практически месяц они падают. Мы заходили по 183 с половиной рубля, то есть вот на вот этой вот линии. Сейчас акция находится в просадке. Ничего страшного, мы готовы посидеть, подождать. У Газпрома есть одна фишка. Он может выстреливать в любой момент. Поэтому повторюсь, стратегия простая. Покупаем, когда он не нужен и ждем. Рано или поздно пойдет выстрел, он сразу станет нужен всем. Его все начнут тарить. Все телеграм-каналы будут говорить, что Газпром наша, все, надо срочно покупать. Тогда мы будем выходить. Следующая наша позиция вне портфеля это акции Магнита. Магнит мы также покупали достаточно давно, однако уже дважды зафиксировали часть прибыли. И если мы сейчас взглянем на котировки, то последние дни, также с конца сентября, акции Магнита растут и растут вверх. Одна из позитивных новостей, это то, что Магнит покупает маркетплейс из Казани. Он хочет создать свой маркетплейс. Это все позитивно скажется на котировках, но сейчас фишка Магнита далеко не в этой новости. Абайбэк, который они провели у нерезидентов с дисконтом в 50%. И на самом деле Магнит и акционеры Магнита на этом очень сильно заработали. Вопрос, что дальше будут делать с этими деньгами? Либо распределять дивиденды, либо купят какого-то серьезного конкурента, что очень сильно улучшит позиции Магнита на рынке. В любом случае от этого выигрывают акционеры. Вопрос, когда? Никто этого не знает. Поэтому мы также сидим, ждем. Мы заинвестировали 300 тысяч рублей в Магнит, дважды мы уже фиксировали прибыль. На данный момент наша позиция составляет в районе 240 тысяч. И мы будем выходить при первой же любой позитивной новости в моменте, когда объявят то, что будет происходить с этими деньгами, которые остались после байбэка. Наша цель мы ставим 7 тысяч рублей, что на данный момент от сегодняшней цены составляет еще порядка примерно 15 процентов. Там мы полностью зафиксируем прибыль, выйдем из этой позиции и будем оглядываться. Потому что технически акции Магнита могут туда прийти в ближайшее время. Фундаментально тоже есть драйверы роста, однако на рынке сегодня очень много эмоций и не совсем понятно, что дальше будет происходить не только с акциями, но и с рынком в целом. Мы предпочитаем зафиксировать хорошую прибыль, оглядеться, посмотреть, что будет с курсом доллара. Возможно, на эти деньги мы прикупим немножко валюты и дальше будем искать новые торговые идеи. Кстати, про курс рубля. Вышла новость от Министерства эконом-развития, что выравнивание торгового баланса позитивно скажется на курсе рубля, что на самом деле мы уже замечаем. Мы видим, что с момента своего пика в районе 102 рублей курс рубля уже снизился на 9 процентов. Это много. Аналитики ставят цели по укреплению рубля до 90% рублей за доллар. И на самом деле это открывает для нас очень интересные возможности для покупки. Напоминаем, в нашем торговом портфеле мы проводим краткосрочные сделки. Доллар это тоже позиция. Мы можем купить не какую-то акцию, а купить конкретно доллар. Если мы считаем, что рубль ослабеет, на данный момент возврат к предыдущему максимуму даже сейчас от зоны покупки, если мы сейчас захотим купить, то он в районе 10 процентов. То есть, если вы считаете, что курс рубля будет слабеть, то уже начинают открываться интересные уровни для покупок и с потенциалом роста 10 процентов. Мы немножко подождем. Курс на данный момент составляет 92 с половиной рубля. Мы хотим купить по 90. То есть, по 90 будет стоять наша первая заявка на покупку. Все, что ниже 90, мы будем стараться наращивать и наращивать. Но это, что касается наших будущих сделок. Давайте поговорим о прошлом. За эти две недели мы закрыли несколько интересных идей. В первую очередь, мы зафиксировали часть прибыли по акциям московской биржи. Как вы видите, мы заходили в районе 132 рублей, о чем мы писали в нашем телеграм-канале. И на данный момент акция приносит нам уже 40 процентов. Очень долго она колебалась в районе 180 рублей. Все никак не касалось нашей заявки на продажу. И вот, наконец-то, она ее пробила. Сейчас мы видим небольшой откат и есть все шансы продолжить рост. Дело в том, что на московской бирже сейчас очень много физических лиц, таких как мы с вами. Институциональные и иностранные инвесторы ушли из России. И вот получается, что человек, у которого есть деньги, который хочет инвестировать, кроме как торговать на Мосбирже, больше нету других вариантов. Все это позитивно скажется на отчете московской биржи, а соответственно и на котировках. Даже те IPO, которые недавно с блеском прошли, как, например, IPO Astra, все это принесло московской бирже огромные деньги. На этих позитивных новостях и на повышенных объемах торгов физических лиц акции Мосбиржа зарабатывают много денег и это драйвит акции вверх. Мы заходили достаточно давно и сейчас начинаем собирать сливки. Как я сказал, мы зафиксировали часть прибыли на 40 процентах и наша цель финальная 220 рублей за акцию, которую, возможно, мы достигнем уже в этом году. Поэтому, как только мы будем фиксировать полностью позицию по московской бирже, мы обязательно об этом напишем на наших страницах ВК и Телеграме. Вторая акция, по которой мы также зафиксировали прибыль на 40 процентах, это акции Лукойла. В Лукойл мы тоже заходили достаточно давно. Заходили мы еще летом в районе июля месяца и на данный момент акция приблизилась уже практически к 50 процентов прибыли от нашей точки входа. Но вот вопрос, а когда же Лукойл фиксировать? И на самом деле, на данный момент ответ никогда. Но имеется ввиду не в ближайшее время. Рубль был слаб большую часть этого года, а нефть была высока. Соответственно, Лукойл заработает очень много денег и мы надеемся в конце года распределить щедрые дивиденды. В данный момент драйвер российского рынка является именно дивиденды. Поэтому, если вы взглянете на цели, которые ставят брокеры и инвестдома, это Промсвязьбанк, это Финам, Сбер, Солид, они все ставят цели от 7,5 до 9 тысяч рублей за акцию. Скорее всего, когда выйдет новый отчет, аналитики пересмотрят свои рекомендации, возможно, в сторону увеличения. Потому как бенефициаром сложившейся на рынке ситуации являются именно нефтяники. Из нефтяников мы держим акции Лукойла, про которые сейчас сказал, и про акции Сургутнефтегаз Прифы. Но про них мы говорили в прошлом выпуске, и на данный момент ничего не изменилось. Мы ждем отчетов и ждем объявления от дивидендов. А по поводу Лукойла ситуация действительно интересная. Мы купили с определенной целью, мы хотели зафиксировать в районе 7 тысяч рублей. Однако мы понимаем на данный момент, что фиксировать мы не будем, потому как драйверы роста еще не исчерпались. Поэтому пока прибыль мы фиксируем частями, выходить полностью мы будем, когда драйверы закончатся. Но пока этого не видно. Но теперь расскажем про акцию, из которой мы полностью вышли. Это акции РусАгро. Мы зафиксировали прибыль в 30% и полностью забрали деньги с рынка. Акции РусАгро заставили нас немножко понервничать. После мощного выхода вверх мы зафиксировали сразу два профита, буквально с разницей в один день. 10 и 20%. Оставшиеся финальные цели в 30 и последней точкой в 1500 нам пришлось ждать очень долго, через коррекцию, которая даже уходила ниже нашей зоны покупки. Но последующие позитивные новости о том, что в Турцию и на восток будет поставляться большое количество зерна и то, что Китай отменил ограничения на ввоз свинину, все это стало позитивными драйверами для акции РусАгро, где мы и зафиксировали нашу финальную цель в 1500 рублей и общая прибыль составила 33% за два месяца. На данный момент мы считаем акции РусАгро немножко перегретыми. Дело в том, что мы не просто так выходили на круглом уровне, мы считаем этот уровень, выше которого вероятность снижения, она с каждым разом все выше и выше. Это не значит, что акции не могут дальше расти. Как мы видим сейчас, акции абсолютно не остановились и продолжили свой рост аж до 1680 рублей за акцию. После некого охлаждения акций, где мы увидим недооцененность, это в районе 1250 рублей. Возможно, мы перезайдем в эту бумагу. Давайте поговорим о некоторых идеях, которые мы рассматриваем в добавлении к нам в портфеле. Одной из разочарований прошлой недели стали новости Positive Technologies. Компания объявила о том, что при удвоении капитализации она будет объявлять доп. эмиссию 25% новых акций и на первый взгляд может показаться, что новость негативна. Действительно, если вы владеете определенным пакетом акций, то с каждым разом ваш пакет будет размываться и размываться для новых акционеров. Это никому не нравится. Однако, мы решили немножко по-другому взглянуть на эту ситуацию. Во-первых, доп. эмиссия будет в момент удвоения капитализации. То есть, с момента объявления акции должны стоить в районе 4000 рублей, что уже предполагает достаточно внушительный рост. Второй момент заключается в том, менеджмент компании не просто хочет размывать акции. Компания хочет выпускать акции для стимулирования сотрудников создавать новые продукты. То есть, по сути, компания создает новые продукты и под это выпускают новые акции. То есть, ваша доля, то, чем вы владели, она, по сути, не меняется. 25% идут на новые компании и вы, как бы, владеете еще этим кусочком и так далее. Это, по идее, должно заставить компанию расти семейными шагами, что, в принципе, она и сейчас уже делает. Однако, в моменте новость оценили негативно. Акции льются уже несколько дней, достигая уже интересных зон для покупки. Мы рассматривали эту акцию в прошлом выпуске, однако рассматривали ее в добавлении в дивидендный портфель, так как мы хотели поставить на рост плюс получение дивидендов. Сейчас мы также ее будем рассматривать, однако уже в торговый портфель. Часть мы возьмем, посмотрим, как они себя поведут и дальше будем уже смотреть. Также хотел вам рассказать. Недавно мы всей командой CoreInvest посетили семинар от банка ВТБ. На этом семинаре присутствовал менеджмент по инвестиционному направлению и мы подслушали пару интересных идей. Ну, в первую очередь, на следующий год все, конечно, ставят на нефтянку. Это понятно, мы обсудили это про Лукойл. Однако есть идея, которая нам показалась интересным и это акции металлургов. Металлурги кажутся банку ВТБ интереснейшей идеей на следующий год. Дело в том, что металлурги все это время были под давлением. Было ограничение по экспорту на запад, были акционеры из недружественных стран, из-за которых нельзя было выплачивать дивиденды. Однако, по мнению банка ВТБ, все эти вопросы будут решены уже в следующем году и металлурги начнут выплачивать дивиденды. А я напомню, что сегодняшним драйвером российского рынка являются именно дивиденды. У нас уже есть акции Северсталь в портфеле и есть еще одна идея, которую мы хотим рассмотреть. И это акции компании ММК. Так как Северсталь у нас уже есть в дивидендном портфеле и трогать мы его пока не будем, акции ММК мы можем рассмотреть в качестве торговой идеи. И если вы взглянете, то ММК уже пришла на свою трендовую линию и пока ее не пробило и от нее не отскочило. Мы очень внимательно будем за этим наблюдать. Мы видим, что компания Финам уже поставила таргет в 65 рублей за акцию, что дает от сегодняшней точки в районе 23% потенциальной прибыли. Поэтому мы очень внимательно будем смотреть, как будет закрываться эта неделя. Если тренд не пробьется, акция от нее отскочит, мы зайдем в сделку, о чем обязательно сообщим на наших страницах ВК и Телеграме. Поэтому обязательно подписывайтесь и следите за нашими сделками. Друзья, ну а на этом у нас все. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, какие акции вы держите в своем портфеле. Пишите нашему аналитику Дмитрию, какие акции вы хотите, чтобы он разобрал с точки зрения технического анализа. И всем блестящих инвестиций!